Отпуск прошел в хлопотах семейных. Кроме того, что есть город, есть еще и семья, которой тоже нужно заниматься. И семейные вопросы. Александр Савельевич, в комментарии нашим коллегам, журналистам, вы сказали, что не хотите принимать участие в визите Владимира Зеленского, к которому он приезжал в Николай, потому что считаете, что это предвыборная пиар-компания, и в ходе которой вы не сможете решить никакие вопросы касаемо города. Так ли это? Нет, это не так. Я сказал о том, что я был в отпуск до того, как узнал, что приедет президент, и возвращаться из отпуска на три часа для того, чтобы постоять рядышком и не иметь возможности задать ни одного вопроса, ну скажем так, или провести рабочую встречу, я не видел смысла. Еще раз говорю вам, для того, чтобы объективная картина сложилась, о том, что я уехал, в понедельник вечером поступила информация о возможном визите, во вторник было понятно, что визит будет трехчасовым, и конкретно, как организовывается любой визит высокого лица, какие объекты будет он посещать, а именно завод, дорогу, аэропорт, то есть дорогу в области, завод Укро-оборонпрома, и, собственно, куда, насколько мне известно, депутатов Верховной Рады не пустили на территорию Желобеска. Ну, вот как бы, да, то есть, поэтому, понимая о том, что у меня не будет возможности ни поговорить, ни обсудить какие-то важные дела, я не видел смысла приезжать для того, чтобы потом опять уезжать. Ну, вот здесь все-таки будет уточнение, ведь, если вспомним последние сессии, мы с вами общались, брали у вас комментарии, и вы сказали, что действительно у вас есть перечень определенных проектов, которые вы хотели бы обсудить с президентом, Дюкер, Мост и так далее. И вот вы говорите, что не было бы возможности поговорить. Допустим, Федор Барна, обмолвившись двумя словами, смог выбить себе самолет на Киев, Мау, завести компанию. Андрей Максименко смог выбить себе финансирование трассы. По большому счету... Допустим, заводчане получили выплату заработных плат. Ну, я думаю, что этот вопрос, они не выбивали, это был решенный уже вопрос, который нужно было просто закрепить визитом. То, что касается Андрея Максименко, то на самом деле дороги, которые проходят государственного значения по городу, а именно проспект Героев Украины, часть Пушкинская, Никольская, Большая Морская, и мосты, и их покрытие, тоже находятся в компетенции Андрея Максименко. И он, собственно, должен был этими вопросами тоже озадачиться, как в моем мнении. Что касается моей встречи, мне нужно полчаса для того, чтобы поговорить не на камеру, как бы для красоты, а для дела объяснить все наши проблемы, стоимость этих проблем, и наше видение пути этого решения. Что касается моста, мостового перехода, то мы наконец-то сейчас уже проведем тендер на закупку проектирования, и тогда можно будет говорить о чем-то в рамках государственных. Сегодня говорить с президентом просто о том, что у нас мост сломался, но это как минимум некомпетентно. То есть мне кажется, нужно подготовить цифры, подготовиться к встрече и провести ее в деловом режиме, а не в образцовом показателе. В частности, когда Зеленский приезжал в Днепр, он говорил с мэром про Филатовым, и они поспорили, что мост в городе будет построен уже осенью. Допустим, вы могли бы так же поспорить с президентом. Какой смысл спора? О чем спорить? О том, что нужны деньги из государственных. Давайте поспорим, что нужны деньги? Поспорили, а поспорим, вы не видите финансирование. Это глупый спор. Давайте мы дождемся результатов экспертизы, выхода проекта из экспертизы, понимать будем сумму денег, и уже будем общаться, хотя бы первоначально мы должны уже общаться с депутатами, новоизбранными, для того, чтобы хотя бы какая-то сумма денег, то есть, допустим, 500 миллионов, вне зависимости от того, с какой суммой выйдет проект из экспертизы, чтобы 500 миллионов уже запланировали в бюджете этого года, ну, 20-го года. Об этом мы можем говорить, но об этом, опять же, нужно говорить с депутатами, новоизбранными и после формирования Кабмина, потому что хочу напомнить вам, что до сентября месяца должен быть сформирован первоначальный проект бюджета страны, и там должны быть наши цифры. И вот этим проводником между Николаевым и бюджетом должны быть как раз депутаты Верховной Рады. Я вот все-таки не могу не уточнить, если мы вспомним приезды бывшего президента Петра Алексеевича Порошенко, у нас был приезд в августе, когда он приехал, много обещаний было до ног, и после он приезжал, точнее, он тогда приехал весной, после в августе, и у него третий визит был как раз в разгар предвыборной кампании. Я помню, в ЛДК у него было какое-то собрание, где обсуждались тоже проекты, которые будут финансироваться у нас в Николаевской области. И, если я не ошибаюсь, вы тоже посещали эту встречу с президентом. Но ведь тогда же не было возможности обсудить проблему с президентом. Это тоже была предвыборная такая же поездка, как и у Владимира Зеленского. Он тоже приехал. Секундочку. Но вы не путайте одно с другим. Дело в том, что тогда я был приглашен официально как представитель города Николая, областного центра, на Раду регионального развития. Это вопрос не в предвыборной агитации или чего. На эту встречу у нас не было запланировано ни одного городского объекта, который нужно было просматривать или обсуждать и так далее. Еще раз хочу сказать о том, что сегодня законно избранный президент, которого поддержало 75% избирателей, Владимир Зеленский. И какие бы там, кто бы там, как к нему не относился, все мы его должны уважать, потому что это главнокомандующий нашей страны, у которого есть основная задача развивать нашу страну. А мы все должны этим тоже заниматься на всех разных своих уровнях. Поэтому, если бы мне нужно было, необходимо было прибыть, я бы прибыл в любом случае. Прибыл в город и, конечно же, занимался вопросами, которые касаются города. Но если в перечне объектов, которые планирует посетить президент, нет городских, на которых нужен городской голова, то я посчитал, что мне можно там не быть. Ну и получил утверждение, что да, действительно. Ну, а допустим, если вас там может не быть, а почему, например, вы не отправили ваших заместителей? Все заместители находились, как говорится, в режиме готовности, рядом. Просто мы как-то, вот, мы были, вели трансляцию, были рядом с президентом, не видели как-то. Были чиновники из обл. гос. администрации? Ну, все, как говорится, все вокруг одного и того же. Опять же, все объекты, которые посещал президент, и план визита обсуждался на уровне обл. гос. администрации. Формированием плана занимается обл. гос. администрация, локации, перемещение и так далее. Все, что нужно городу, они передают, спускают, и город это организовывает. Ну, а вы могли, допустим, обратиться к Вячеславу Вони и сказать, один из объектов, сказать, Варваровский мост посетить. Нельзя было бы маршрут проложить так, чтобы, например, мост. Еще раз, давайте закончим на эту тему говорить с вами, чтобы вы еще раз. Визит президента организовывается администрацией президента Украины или новосозданным офисом президента, который формирует план визита президента, который знает его весь график на день, потому что в этот день он еще был в Харькове, и говорит о том, что есть три часа, и будут посещаться этот, этот, этот объект. Дальше все организовывает обл. гос. администрация и в случае чего подключает городские власти, где мы проверяем там все пути перемещения, приводим, проверяем их санитарно-техническое состояние, убираем мусорные баки и другие объекты, в которые могут быть заложены, ну, скажем так, небезопасные какие-то предметы и так далее и тому подобное. Потому что некоторые говорят, убирают баки по ходу следа. Стыдно за баки. Нет, не стыдно. Это безопасность президента. Первое лицо в стране в воюющей державе. Поэтому мы организуем визит на том уровне, на который нам спускают его. Ну, вот все-таки хотелось подуточниться. Вы говорите, что те люди, которых я озвучил, это Федор Барна, Андрей Максименко и, например, заводчане. Что вы хотите, чтобы я сказал, Иван? Вы говорите, что это уже, в принципе, были решенные вопросы. Просто их нужно было озвучить. Что вы хотите, чтобы я ответил, Иван? Ну, извините, Федор Барна, действительно, человек... Иван, что вы хотите, чтобы я ответил, скажите мне? Хотелось бы, чтобы просто не журналисты какие-то вопросы задавали президенту, даже Варваровский мост, напомню, а кто-нибудь из городских новостей? Может быть, лично вы, а ваши зрители? Я думаю, что такими вопросами нужно заниматься компетентно, а не просто на камеру. Очень много задают вопросов журналисты. Сколько из этих вопросов решено сегодня в государстве? Вы предыдущему президенту задавали вопросы. Ну, вот, кстати, как раз, если уж вы напомнили об этом, действительно задавали вопросы президенту, и из того, что было обещано, решился только один вопрос в городе. Предыдущий президент также обещал выплатить заработные платы за Ватчану, но это так и не было сделано. Вы хотите, чтобы я за него отвечал? Нет, нет, смотрите, я хотел у вас спросить, с чем вы это связываете? Почему у Владимира Зеленского получилось это сделать за день, и буквально заводчане говорят, неужели так можно было? А вот у Петра Алексеевича с Алексеем Юрьевичем здесь не удалось. Я не знаю, это не в моей компетенции, я не знаю, откуда были сняты деньги, куда перечислены. То есть я не могу ответить вам на этот вопрос, я не президент Украины. Ну а как вы, как человек, который возглавляет этот город, и большую часть нашего города занимает завод, как вы видите дальнейшее его развитие? Ведь собачане тоже говорят, что выплатили заработную плату, но долги будут дальше расти. Сколько завод просто стоит? И снова еще раз хочу вам сказать о том, что этот объект находится в компетенции государственного предприятия «Укроборонпро». Сегодня это предприятие, как одно из таких, не знаю, государственно важных, вместе с президентом, вместе с министром обороны должен принять решение о том, как эти предприятия будут развиваться. Либо это предприятие будет модернизироваться и будет заниматься выпуском кораблей, или будет выпускать какие-то суда, либо это будет предприятие, на котором будет происходить, конверсия произойдет, и будет что-то там другое произойдется. Я, как городской голова, туда даже попасть не могу, потому что это режимное предприятие. Вот такая ситуация. Могу сказать одно, что на этом предприятии накапливается огромный долг по аренде за землю, и фактически эта земля сегодня не оплачивается, фактически сегодня эта территория не используется, поэтому мое мнение, что этим вопросом нужно озаботиться и как можно быстрее. Это долг растет перед нашей мэрией, перед городским советом? Не перед городским советом, перед громадой города. То есть территория земли, которая могла бы быть использована городом, просто стоит... То есть мы недополучаем деньги из-за этого? Да, так и есть. Как же тогда решать проблему? Это тоже будет, например, один из пунктов, который вы озвучите, когда у вас будет возможность сесть за стол с Владимиром Александровичем и спокойно полчаса, как вы говорите, обговорить про проблемы? Я думаю, что до этого не дойдет. Слишком много проблем в Николаеве, которые нужно решать оперативно. Эта проблема, мне кажется, стратегическая, и ее за год и даже, наверное, за пять лет не решить. Но, во всяком случае, то, что визит президента прошел с участием этого объекта, первый визит президента, то я думаю, что этот объект имеет какую-то ценность для государства, и будем надеяться, что структуры государственной власти заинтересуются его развитием.